Ученые во Флориде поймали самку берманского питона весом 98 килограммов и длиной 5,5 метра. Она терроризировала весь регион в течение 40 лет. Последней жертвой питона стал белохвостый олень, останки которого эксперты обнаружили в желудке змеи. Биологи также обнаружили 122 яйца, развивающиеся внутри змеи, что, по их мнению, является новым рекордом по количеству яиц, которые самка питона может произвести за один цикл размножения. В среднем кладка составляет около 43 яиц. С конца 1970-х годов инвазивные берманские питоны сеют хаос на юго-западе Флориды, пожирая местные виды и нанося ущерб биоразнообразию региона. В отсутствие естественных хищников, сдерживающих популяцию и обилие вкусных животных, которыми можно полакомиться, питоны становятся все крупнее и плодовитее. Для охоты на самку мамонтовой змеи биологи направили самца-разведчика по имени Дионис, или сокращенно Дион, оснащенного имплантированным радиопередатчиком. Дион привел исследователей прямо к крупной самке, которая боролась с биологами около 20 минут, после чего сдалась. За прошедшие годы исследователи обнаружили в желудках питонов десятки других видов диких животных, включая 24 вида млекопитающих, 47 видов птиц и 2 вида рептилий. Питоны способствовали сокращению численности некоторых видов млекопитающих, включая болотных кроликов, кроликов-хвостоколов, лис, енотов, опоссумов и рысей, особенно в отдаленных частях национального парка Эверглейц, согласно данным геологической службы США.